Что можно и нельзя делать во время банкротства? Как безболезненно списать долги? Что делать, если на вашего супруга зарегистрировано имущество? Как сохранить общее имущество? И возможно ли? Умудрялись эти граждане тратить всю свою зарплату или всю свою пенсию? Что можно и нельзя делать во время банкротства? Как безболезненно списать долги? Задавались ли вы подобным вопросом? Если да, то поставьте лайк этому видео. А так, всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, сама я являюсь арбитражным управляющим, эксперт в банкротстве физических лиц, работаю по всей России, мой опыт это 250 плюс дел. Очень много вопросов на тему того, что можно и нельзя делать во время банкротства. Про это и буду говорить в этом видео. Прежде чем начну разъяснять все тонкости, что можно делать, а что нельзя делать во время банкротства, хочу рассказать, чем я могу быть для вас полезна. Провожу процедуру банкротства под ключ по всей России, и консультация бесплатная, обучаю юристов всем нюансам банкротного дела, плюс есть курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов, или которые хотят сэкономить на юристах. Подробнее в описании. Итак, что можно делать во время банкротства? Первый пункт. Выезжать за границу. Если ранее приставом был наложен запрет выезда за границу, то пристав снимает все ограничения, в том числе и запрет выезда за границу. Если запретов не было, то в принципе в рамках проведения процедуры банкротства должнику не запрещено выезжать за границу. За исключением, если кредитор подаст ходатайство о запрете выезда за границу, и суд вынесет соответствующее определение. За всю мою практику было ноль обращений от кредиторов, чтобы суд наложил запрет выезда за границу. И в моей практике были случаи, когда банкроты и жили за границей во время банкротства, и выезжали за границу во время банкротства. Далее. Можно исключить дополнительные суммы на лекарства, на лечение, на аренду, на какие-то иные расходы сверх прожиточного минимума. Да, я напомню, что с момента, когда суд вынес решение и вас признал банкротом, до завершения процедуры банкротства вы получаете только прожиточный минимум на себя и на иждивенцев при наличии. То, что сверху разница между вашим доходом и прожиточным минимумом, эта разница аккумулируется на вашем счету, и при завершении процедуры банкротства финансовый управляющий эту сумму распределяет пропорционально между требованиями ваших кредиторов. От непогашенной части вы освобождаетесь. Если вы хотите исключить дополнительные суммы, должно быть документальное подтверждение расходов на лечение, на лекарства, иные какие-то расходы. Вы должны документально подтвердить. И на основании определения арбитражного суда по вашему ходатайству суд может исключить дополнительные суммы. Это актуально, особенно при высоких официальных доходах. Можно во время банкротства уволиться с работы, в этом страшного ничего нет. А также можно устроиться на работу, если вы нашли работу. Не забывайте про прожиточный минимум. Можно вывести из конкурсной массы 50% стоимости вашего имущества. Здесь речь идет об имуществе, которое включается в конкурсную массу. Напомню, что единственное жилье в конкурсную массу не включается. Как правило, включается в конкурсную массу гараж, автомобиль, земельный участок и так далее. Так вот, если вы состоите в браке, и имущество куплено в период брака, то по закону оно является общим. Половина стоимости этого имущества и половина имущества принадлежит вашему супругу. Поэтому, если вы будете заходить в банкротство, вне зависимости, на кого оформлено имущество, и финансовый управляющий продает это имущество, 50% полагается вашему супругу. За исключением, если имущество не в залоге, и если ваш супруг не является у вас поручителем или созаемщиком. Также во время банкротства можно производить раздел общего имущества супругов. Если вдруг ваш супруг против того, что имущество общее будет включаться в конкурсную массу. Но это отдельная история. Что касается сохранения вашего имущества, возможно ли сохранить. Что делать, если на вашего супруга зарегистрировано имущество. Как сохранить общее имущество и возможно ли. Здесь я предлагаю обсудить подробнее на консультации. Плюс ко всему, консультация бесплатная. Я вам всю информацию по имуществу в одном видео не смогу предоставить. Поэтому, если у вас вопросы связаны с имуществом, я рекомендую сразу же записываться на консультацию. Что нельзя делать во время банкротства. Нельзя пользоваться счетами и открывать счета. А также пользоваться картами. Все счета и карты заблокированы. Уже после завершения процедуры банкротства вы идете в банк или в банке с судебным решением о завершении процедуры банкротства и об освобождении вас от долгов. И банк разблокирует все счета. Во время банкротства нельзя использовать свой доход в размере, превышающем прожиточный минимум. Это актуально для граждан, которые получают наличными доход. Или для пенсионеров. А также актуально для тех граждан, которые самостоятельно идут снимать деньги в процедуре реализации имущества, она называется, когда вы признаны уже банкротом, по распоряжению финансового управляющего. У меня такое в практике было, когда по моему распоряжению банкрот снимал всю сумму со счета и снимал сумму, превышающую прожиточный минимум. После того, как мне стало об этом известным, я требовала с должника возврата денег в конкурсную массу. А также были случаи, когда гражданин получает наличными зарплату или пенсионер пенсию. И вот-вот введена процедура реализации имущества, пока будет открыт счет, и пока будут деньги переведены на основной счет должника, умудрялись эти граждане тратить всю свою зарплату или всю свою пенсию. И этим гражданам потом прилетало требование о возврате тех денег, которые они потратили в конкурсную массу, сверх прожиточного минимума, имеется в виду. Нельзя во время банкротства продавать, покупать имущество. Никаких там хочу подарить сыну или дочери квартиру, или мне хотят что-то подарить, или что-то хотят на меня оформить. Забудьте. Пока процедура банкротства не будет завершена, никаких действий вы не совершаете в отношении вашего имущества. И никакое имущество не принимаете в дар. А после завершения процедуры банкротства уже делайте, что хотите. Покупайте, продавайте, переоформляйте имущество и принимайте также его в дар. Нельзя скрывать имущество и доход от финансового управляющего. Финансовый управляющий делает запросы в государственные органы. Те ему предоставляют актуальные сведения. Поэтому, как только в отношении вас суд ввел процедуру, и если финансовый управляющий запросил сведения по вашему доходу, не нужно от него ничего скрывать. Особенно это важно, когда, к примеру, у должника несколько источников дохода. Про один он сообщает, а про другие нет. Или, к примеру, когда у должника пенсия и заработная плата. Про заработную плату сообщают, а про пенсию нет. Или наоборот. Тот факт, что вы скрываете сведения от финансового управляющего, чревато вам неосвобождением от долгов. Нельзя не передавать имущество на хранение финансовому управляющему по его требованию. Если у вас есть имущество, не единственное жилье, к примеру, автомобиль, по требованию финансового управляющего, вы отдаете свое имущество на хранение. Так как в процедуре финансовый управляющий отвечает за сохранность всего имущества должника. Ни в коем случае вы не разбираете имущество по частям, вы не теряете ключи, вы не делаете иных каких-то действий. Опять же, это чревато неосвобождением вас от долгов. На этом по теме видео все. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Если вам было интересно, полезно, поставьте лайк, поддержите меня. А также, кому нужна бесплатная консультация по банкротству, контакты в описании. Субтитры подогнал «Симон»